пришла домой на перерыв и посмотрите какая красота меня ждет вот такие пионы представляете какая какая прям красота а пахнут так вообще на весь дом это милюш купил у бабулек на рынке да он шарль покупал вот у нас щавель а почем же щавель 40 рублей пучок но пакет а вот щавель покупал и на рынке купил мне вот такие вот пионы но красота вообще не так нравится и пахнут очень хорошо вкусненько а еще мне вчера пришла посылка с моим заказе к опачки вот такая оглаша супер white очень красиво и я ее еще не пересаживала она мне на карантине а вот калатею white fusion мне пришлось пересадить потому что она когда шла почты в общем растряслась из горшка вся земля по вытряхнулась все еще не очень хорошо дошла и мне пришлось и посадить уже в горшочек такая калате white fusion и вот такая оглаша супер white это я на авито заказывала с москвой мне пришла вот так вот это ну в общем где посылки было у разных людей брала вот такая красота я прям не могу мне очень нравится и да забыла сказать всем привет мы начинаем новый влог сегодня у нас 31 мая что у нас среда среда мы сейчас приехали на перерыв и на обед мы готовим себе вареники с вишней тоже лишь купил и бульон свинина на ребрышках это я вечером буду щи щавеля варить а вот сам лёша савель мне моет вот короче на кухне полный беспорядок это мы приехали на перерыв называется ой но я не могу прямо отойти от этой композиции мне это очень нравится смотрите какая глаша у меня столько листиков много хорошая такая не то что я на яндекс маркете купила 3 листочка и кладкой тоже такая хорошенькая и пионы красавчики сейчас я вам покажу оглашу которую мы на яндекс маркете покупали растяжки на солнышке клеются вот я ее из стаканчика пересадила солнце мешает ну ничего она уже подросла несколько дней прошло но она уже подросла не совсем малюсенькая как я и получила ладно мы сейчас будем заниматься обедом ужином потом обедать потом поедем на работу а к вам я подключусь уже попозже вечером наверно я уже дома давно дома наверное больше час уже дома сейчас время 7 часов у меня доваривается щи я поставила уже яйца варить еще и щавель варим в этом году первый раз из свежего щавеля с прошлого года моему не ели последний раз я наверно еще до нового года варила у меня был шарик заморозки но он закончился и в этом году мы еще ни разу не варили так что я думаю что очень даже все хотят щищали в нашей семье давно не кушали сейчас он еще буквально минут 10 и будет готов я уже открыла жалюзи на балконе пойдемте надо посмотрим цветочки пока суп доваривается хоть посмотрю что там а то жалюзи открыла посмотреть даже не посмотрела все этом порядке все ли растет и все ли меня рады здесь вот у меня щавель еще не закипела только добавила щавель и укроп и укроп у меня из заморозки и яйца поставила варить я сюда тоже добавляю яйцо вот так я разбиваю размешиваю желток с пылком и добавляю сюда но еще по желанию добавляю пол яичко или яйцо в тарелочку так что пусть здесь закипает у меня все мы с вами пойдем на балкон не знаю показывала вам нет никак мы не доедем до мишиной дачи не отвезем интродисканцию пока она у меня вот здесь стоит я выношу конечно утром на балкон чтобы она солнышком напиталась а вечером обратно ставлю но не знаю может быть теперь когда миша приедет отвезу им традисканцию и замиакулькас он просил у нас замиакулькас моему отсадили его его и позже тогда как сможем отвезем ну точнее как он с москвой приедет здесь пионы мои стоят блин мне очень нравится цвет вот представляете вот сейчас телефон вам камера передает достоверно цвет вообще один в один вот такого темного цвета не представляете какая красота вообще здесь наверно будет немножечко шумновато потому что сейчас 7 часов час пик очень много машин но балкон я не могу закрыть потому что мне все варится будет квартира очень жарко и мне будет жаркой моим цветочка тут на окне у меня вот фикус стоит еще нет корешков у него это отростки у меня от алаказии поле это главным а red циркон вы знаете я когда он сейчас вам покажу я когда пересаживал этот цветочек и потом помыла этот транспортировочный горшочек от этого цветочка и смотрите что заметила здесь написано агланема red циркон видите а на яндекс маркете написано агланема red циркон и табличку я соответственно себе тоже написала циркон не знаю сейчас посмотрю в интернете как правильно называется зеркон или цирку сейчас посмотрю как правильно потому что вот на стаканчике видите зеркон это у меня агланема super white очень она мне нравится вообще да один листик немножечко подпорчен и вот тоже это ничего страшного когда буду пересаживать тогда обрежу кончик чтоб красиво было здесь у меня растишки вот так выглядит мой балкон ничего я не переставляла вы это все видели осталось только посмотреть все ли здорово и никому ли не требуется полив так вижу монстыры прямо издалека вижу листочек видите вот он листочек и этот что-то еще не вылезет и как видите прям издалека виден новый листочек здесь пикунья тигровая все с ней в порядке это хорошо сейчас я ящик откачу с фикусами чтобы поближе к столу подойти так у меня тут фикусы как-то он сильно ветку вот вытянул тут прям густо густо него листва видите прям маленькое расстояние а тут прям как-то прям странно будет выстрелил листочки мелкие даже не знаю что с ним почему так прям странно даже тут маленькое расстояние а тут прям большое расстояние и тут смотрите какие большие листы видите а здесь совсем маленькие не знаю та которая поближе к солнышку трудисканцы она прям на земле лежит а вот это видите веточками мне веточками больше нравится за ней удобнее ухаживать поливать ее удобнее а то на эту попадает вода а вода попадает на листики в листики сразу портятся сохнут я стараюсь поливать чтобы вода не попадала так что у нас тут с пилей какой-то лист сухой и нянди и наверно два по маме два сухих листика она ведь какой-то как кроны какой-то растет раньше одна веточка вот это было и все а теперь вот она видите в стороны пошла видите как растет оборву и эти цветочки чтобы она не теряла силу на цветение а слушайте прям как листы скрипят они как пластмассы и прям видите какой листик вообще так интересно вот создала же природа я вот их осматриваю заодно смотрю надо поливать или не надо а то днем приехала и некогда даже посмотреть опять зацветает сейчас я ему оторву потому что от него очень много мусора от этого соцветия у меня не получается все на одну сторону растут все надо к стене ставить не получается у меня чтобы они были кругленькие со всех сторон представлять к стене представлять к стене получается здесь вот цветочки были помните у уфи у фуксии все отцвели цветочки отвалились на полу валялись еще и листик отупал вот новые бутончики подросли тут новый листик моей розовой принцессы но все равно у нее очень слабая варригатность она хоть и стоит на свету но видите у нее очень слабо выражена варригатность так тут у меня кротон не знаю сейчас еще недельки две подожду и прищиплю ему макушечку а то он стал вытягиваться видите то прям часто часто него листики росли сейчас стал вытягиваться но в последующем я все-таки думаю что может быть а я наверное знаете отщиплю макушечку и укореню ее чтобы он две было а то вот узколистный один в горшке некрасивый мне кажется два было бы лучше так тут у меня антуриум зеленым мылом его мыли кое-где на листах осталось зеленое мыло вот один цветочек приуметьте полноценный а второй цветочек у него как-то в обратную сторону загнут загнут вот видите а этот не знаю какой будет вот его прям листики тут по задушили этот цветочек закрутилась все сингониумы не знаю показывала вам пересадили мы их а нет на она не показывала до пересадили они у нас маленьким горшочках были по ноль шесть вот сейчас полторашки посадили у него тут новые листики вот этот листик наверно баррикадный а этот вроде как зеленый и этот сингониум мы тоже мы все сингониумы пересадили потому что им было тесно в горшках по 06 и вот этому филадодрома мне кажется надо опору поставить и чтобы он к опоре рос попозже пересадим в горшок побольше и вставим его палку он такой знаете в общем опору поставим чтобы он как монстры рос к опоре а то будет неровный замеркулькость тут у меня вот это вот эти два листочка мы их купили а вот это это уже у нас появилась и вот эти два листочка они что-то решать стали может отмирают не знаю но вот вот эти две веточки это уже у нас появилась и они видите утолщаются наконец-то вот прям хорошо утолщаются сейчас еще недельки две подожду и побольше горшочков пересажу у этого тоже сингониумы видите новый листочек еще крупнее предыдущих листиков вот ну здесь у меня замеркулькас у него вот как изначально ветка пошла криво так она у нас и не выпрямляется вообще от слова совсем я думала она выпрямится со временем на нет такая есть неровная так сейчас прервусь на минуточку падающие гляну тут у нас стендаптус вот такой не вижу где хоть у него хвостик а вот он вот он хвостик какие-то не очень красивые листочки улазит эти темненькие этот какой-то светленький может потом потемнеет посмотрим если что уберу его со света но когда его на свет поставила у него конечно варегатность больше появилась а то у него прям зеленые были листья сейчас хоть больше белого появилась видите красиво мы уже два раза обрабатывали филдендрон бразил и два биркиных от ржавчины вот видите у него на листиках была ржавчина и у биркина тоже было не подписчица посоветовала обработать сейчас скажу чем не помню фитоспорином мы обработали это от грибковых и бактериальных болезней вот такой вот фитоспорин может два раза обрабатывали и у него новые листочки смотрите совсем без ржавчины видите какие хорошие листочки у него новые и хорошая варегатность у него прям вообще я довольна распушился у нас такой то как-то он в одной кучечке рос а сейчас как-то он распушился прям красавчик но это у меня стендаптус золотистый его тоже кстати по вашим рекомендациям переставила на это окно и он тоже стал больше проявлять варегатность видите у него какое золото не зря его зовут золотистый и он на опоре на это и на свету как-то стал больше расти прям значительно у него листы прям такие упругие солнце пошло ему на пользу здесь у меня кротон у одного кротона макушка прищиплена видите а у другого нет я хочу чтоб этот повыше вырос чем этот и потом уже и прищипну второй ну чтоб они на разной высоте были ну чтоб красиво так смотрелось вот красивые у него листы все разные очень красивый так тут у нас тоже змеокулькас вот один какой-то наш будет один какой-то мишин будет не знаю вот тут синконе у меня неон мне одна подписчица написала что глядя на моего неона она себе тоже прикупила такой но он реально очень красивый смотрите он какой густой видите он очень густой он очень красивый вообще я прям очень довольна им он у меня красавчик радует меня посмотрите какая у него окрас листьев это вообще шикарно тут у меня драценка с канареечками тут драценка с канареечками без канареечек просто драценка так а но в зале у меня тоже ничего не изменилось здесь биркин и он в зале себя лучше чувствует гораздо сейчас я с той стороны зайду вам покажу вот видите у него зеленее стали листики и в зале он себя гораздо лучше чувствует так что не зря мы его сюда перестали он как-то лучше себя здесь чувствует во-первых новые листики смотрите без ржавчины видите видимо фитоспорин помог так что большое вам спасибо за советы и листики все-таки стали потемнее выходить чем раньше потому что когда чисто белые они не жизнеспособные они сразу отмирали коричневели и отмирали ну это моя драценка смотрите какая интересная у нее отходят листики с красным раньше такого не было а вот как на окно поставили так у ствола я стала замечать красный оттенок видите а когда оно у нас по телевизорам стояло такого не было ну вот дефенбахи здесь себя гораздо лучше чувствует у нее не такие светлые листья как раньше все-таки на свету ей было плохо здесь ей получше и это дефенбахи тоже смотрите зеленее гораздо а то у нее листья такие были полужелтые видите здесь ей гораздо лучше у нее прям крепкие такие листы стали хорошие а то были бледные очень вот так что здесь она себя гораздо лучше чувствует вот второй берки вот они у нас к окошку разворачиваются мы их разворачиваем внимание у нас в обратную сторону говорят им так лучше скоро листик вылезет видите и вот тоже новые листы без ржавчины видите так что ему получше стало вот пойду покажу вам вторую часть балкона а ну здесь у меня вот он брацена живет она тоже вот весной гораздо лучше стала расти прям наверно сантиметров на 7 она стала выше чем раньше густая такая темная такая вот красавица вот и спатифилу вот она у нас тут спатифилу вот такой есть крупные листы есть помельче но не цветет но у нее цветет нет не одного цветочка видимо он отдыхает да спать ты у нас отдыхаешь вторая половина балкона выглядит она у меня вот так ой ой думаю хорошая вот так выглядит у нас вторая половина балкона уже не очень хорошее освещение уже поздно здесь вот у нас наша клате новиночка наша уже пересаженная мне кажется она стрессует во-первых она в посылке вытряхнулась из земли во-вторых мы ее пересадили у нее листочки очень-очень мягенькие очень хоть и вот новенькие разворачиваются чего не было когда я ее получила в посылке просто упругие трубочки были сейчас вот разворачиваться начали но сами листики очень слабенькие очень мягенькие я думаю она все таки испытывает стресс здесь монстера с которой я очень хочу подружиться она вот меня на уме листиками радует вот вот этот листик видите он испорчен а эти листики все прорезанные но очень мелкие но хоть не желтеет хоть перестала желтеть то ли я научилась ее поливать то ли она решила со мной подружиться в общем пока не знаю тут у меня а главное вот как выпустила она новую стрелочку так и все не разворачивается эта стрелочка мне кажется как будто даже не растет видите как я поливаю цветы видите сейчас надо будет убирать тут у меня ларказия поле листики она разворачивает так как ей хочется я вот их делаю вот так но она говорит нет я так не хочу и разворачивает их по-своему новых деток у нее никаких нет вот как она выпустила четыре четыре новых листа раз два три четыре четыре да четыре новых листа так и все больше у меня пока дедочек нет ну тут у нас бекония оцветает новые зацветают не знаю надо мне ее продать она мне поднадо или подарю кому-нибудь или продам традисканция мне ее тоже надо кому-то подарить я уже две или три подарила надо мне еще подарить это вот наш сциндаптус неон это энджой вот такой уже видите подросший какой прям красавчик это марбл эйпл красивый у него листочек такой с красивым варикатностью эйпл медленнее растет чем энджой хотя куплены они одновременно это хэппи лиф это то что вот приехала с пскова тут мы фикус пересадили но его еще надо будет в конце лет пересадить основному дерево подсадить тут у меня бегония тут аглаша такая главная мка тоже растет и радует меня тут хоечка Леша говорит что это его я не спорю это квин тоже с пскова тоже такой расхроховрился но это тоже Лешина хоечка Белла вот вот видите Леша все ждет когда она у него зацветет очень он ждет этот бутончик каждый день его смотрит ну вот и все все мои цветочки закончились а вы говорите у меня их много много где ж их много смотрите раз два и все закончилось очень даже быстро ой красота моя а здесь у меня уже щи сварились яйца сварились яйца я в раковину поставила в холодной воде остывает вот такие щи у меня получились в сами щи я взбитое яйцо добавляю вот такие густые вкусные я уже на соль пробовала мне очень понравились так что все мы справились с вами со всеми планами на сегодняшний день ну и на этом мы будем заканчивать наш сегодняшний влог ничего уже интересного происходить не будет время у нас почти 8 часов я буду сейчас отдыхать завтра с утра мне в поликлинику сдавать анализы и сделать филиографию надо завтра день защиты детей пойдем мы гулять или нет я пока не знаю потому что с утра я буду в поликлинике а после обеда возможно поработаем потому что у нас и так очень много выходных вот но на сегодня благодарю вас всех за то что вы меня смотрите за то что ставите лайки за то что пишите комментарии даете мне советы большое вам всем спасибо если вы еще не подписаны на мой канал подписывайтесь нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео всем спасибо и пока пока